Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную вот такую вот нимфочку. Мы уже с вами ее изготавливали, но изготавливал я ее под конкретную определенную рыбалку для своего региона Юго-Восток Украины, для поимки карповых рыб. Как вы видите, она по форме напоминает веснянку, личинку. То есть мы с вами только лишь единственное, что видоизменили сами вот лапки, которые должны быть у нашей нимфы. За счет этого она несколько выглядит больше фантазийной, но в то же время она достаточно хорошо привлекает рыбу. За счет вот этих вот перьев пуховых, которые я использовал. Значит, это вот конкретно нимфа, которая у меня в руках. Я изготавливал ее для поимки на темном и листом грунте, для того, чтобы ее было более заметно. Эту же нимфу я буду изготавливать для своего друга. Она и будет использоваться для рыбалки в очень прозрачной воде и в очень светлом грунте. Поэтому материалы должны быть несколько контрастными, не вызывающими. В частности, эта нимфа будет использоваться для поимки усача. Что мы изготовили? Значит, стандартный я взял крючок. Его можно заменить на крючок Тимка 200Р. Или же, как вот у меня я уже вам показывал, вот такие крючки, которые кованые для карпа, достаточно хорошо имитируют изгиб и ту форму, которая нам необходима. Я нагрузил немножко свинцом, для того, чтобы придать нашей нимфе определенный вес. Ну, как обычно, изготовили глазки и из биотов уже подготовил, сделал усы и задние хвостовые придатки. В качестве сегментации я, как обычно, вам уже неоднократно показывал, использую вот такую проволоку. И в качестве тела мы будем использовать, вот у меня имеется пряжа, ангоры. В качестве чехлика, это медицинская перчатка, из которой я отрезал вот полосочку. Достаточно хорошо себя ведет в воде, но в то же время на сезон достаточно хорошо служит. Давайте теперь приступим. Нам необходимо изготовить тело. Значит, тело имеет одну вот такую форму, которая слегка коническая. Сразу я убираю вот так наши волоски в сторону загиба. Почему, допустим, нежелательно использовать другой оттенок, потому что рыба будет настораживаться? Можно, конечно, в оливковых тонах, в светло-светло-оливковых тонах. Тогда более-менее будет качественно. На нимфу, которую я вам показывал, в своем регионе спокойно ловится карась, карп. Были поимки у меня амура. Но эти все рыбалки проходили, как говорится, на пруду. Поэтому, сами понимаете, охота сафари и охота та, которая есть, и рыбалка, они немножечко отличаются. Дошли до места крепления нашей грудки, там, где мы будем ее формировать. Сделаем вот такое хорошее утолщение. Возьмем перодержатель, чтобы было несколько удобно. И теперь необходимо нам взять другую нить. Нить я буду использовать несколько другого оттенка. Она более такая, тоньше из тех, которые, как обычно, я вам показывал, что я их распускаю. Толщина, ну, где-то, может, 12-0. Это не принципиально. Главное, чтобы она подходила сейчас под цвет нашей грудки, не выделялась на нашей нитке. И остальное нас абсолютно уже не волнует. Сразу удаляем те остатки, чтобы нам не мешали. И самое теперь основное. Значит, если мы решим с вами подкрашивать, или вы будете использовать, вот как обычно, я вам уже неоднократно показывал, я использую тот же шпалеэтилен, который вот из упаковок, тогда желательно немножечко подкрасить его коричневым фломастером. Учитывая то, что у меня лента, это из медицинской перчатки, достаточно хорошо красится и по поверхности, поэтому я подкрашивать это буду все только лишь, когда сформирую свою спинку. Немножечко аккуратно, вот так, в натяжечку. Резинку нашу никуда пока не отрезаем, она нам с вами еще понадобится. Аккуратно, для того, чтобы не утянуть нашу резинку, я выполняю, теперь прошу прощения, для того, чтобы выполнить уже сегментацию нам дальше, мы с вами должны подкрасить хорошо нашу спинку. Достаточно хорошо ведет себя в воде вот эта вся подкраска наша. Не вымывается, потому что сама эта перчатка изготовлена из резины, ну, с добавлением, понятное дело, каких-то еще материалов. И такие поставим точечки, как у настоящей нимфочки. И теперь уже можем в натяжечку выполнить сегментирование нашего тела. Следим за тем, чтобы никуда не утянули мы нашу резинку, повернем, как нам будет удобно. По возможности, чтобы не затаскивали мы наш мех, надо подправлять вот так нашим любимым инструментом. Что касается шага, как я уже неоднократно вам говорил, выберите для себя чисто эстетический, потому что большой роли это не играет. Проволоку можно заменить и на леску, то есть проблем здесь у нас, я думаю, не возникает. Ну и доходим буквально там, где мы будем крепить первое наше крыло. Но сделаем один полный оборот, так как нам абсолютно не помешает лишний этот вес. Изготавливать более трех граммов я не советую, так как очень плохо сама себя ведет потом нимфа. И аккуратненько теперь это все мы отломаем. Теперь нам с вами понадобится, вот я из обыкновенного полиэтилена, который я перед этим вам показывал, подготовил имитацию тех крылышек, которые должны уже быть у нашей веснянки. Переводим нить там, где мы будем крепить ее, эти крылышки, и здесь уже аккуратненько их закрепим. Следим за тем, чтобы четко у нас находилось все это сверху. Не было перекошено, проверяем положение с нашими глазками, они у нас ориентир. Вот так. Как вы видите, у нас уже первые зачатки крыльев мы уже с вами изготовили. Что нам теперь еще необходимо? Место крепления, так как это полиэтилен, будем теперь дальше использовать клей. Нанесем буквально капельку-капельку клея. И теперь нам с вами понадобится та часть материала, из которой мы будем с вами изготавливать верхнюю часть нашей нимфочки. Почему, допустим, я вам сказал не отрезать, потому что мы можем опять из этой же резинки, которую мы отрезали, изготовить уже сам чехлик, который будет накрывать нашу нимфу. Но, учитывая то, что это сама по себе, ну, недостаточно, как по моим понятиям, крепкая резинка на поклевках, надо покрывать лаком. Чтобы упростить, я вот вырезал такой кусочек полиэтилена. Также его крепим, следим за тем, чтобы лег у нас очень хорошо сверху. Перепроверим, как будет у нас закрывать. Достаточно симпатично и хорошо. Теперь переходим к самому основному моменту. Грудка, как всегда, должна отличаться немножечко по оттенку. Значит, я беру, есть уже в продаже вот такой готовый даббинг. Если нет, как я уже вам показывал неоднократно, вот то, что я начесал своего любимого кота. Можно использовать, если подойдет для вас, мех ваших домашних животных. Так, опять берем, чтобы было достаточно удобно наш клей или вакса, что у вас, друзья, имеется. Слегка промазываем, чтобы не было нагромождения клея. И теперь сформируем небольшую даббинговую нить. Стараемся не очень много нанести даббинга. Лучше потом несколько добавить, так как грудка должна вроде бы быть и пышная, рыхлая, а с другой стороны она у нас должна быть достаточно крепкая. Я просто нанес даббинг на нить и теперь прокручиваю только лишь саму нить. Не трогаю даббинг. И теперь уже, когда мы сформировали вот такую приблизительно даббинговую веревочку, начинаем уже формировать наше тело. Следим за тем, чтобы у нас с вами достаточно аккуратно ложился наш даббинг. Если есть в этом необходимость, два-три раза пройти по одному и тому же месту. Так, чтобы было достаточно крепко и в то же время объемно. Теперь, как я уже говорил, можно спокойненько взять и добавить ровно то количество даббинга, которое нам с вами необходимо. Обязательно мы в районе глазок должны с вами сделать небольшое вот такое утолщение, так как мы зачатки вторых крылышек с вами формировать не будем. В этом у нас нет необходимости. Поэтому нам желательно с вами сделать ее немножечко такую лобастую. нанесли опять даббинг. Ровно столько, сколько необходимо. Старайтесь так, чтобы не было скученности материала. Вот приблизительно так нас устраивает. И как я вам уже говорил, я никогда не выбрасываю вот остатки таких перьев, потому что они вот в данный момент достаточно хорошо у нас послужат для имитации наших лапок. Отрезаем ость, чтобы она нам не мешала и не упиралась. И теперь остается нам подобрать, слегка увлажним наши пальцы и подберем то количество, которое нам необходимо, наших перышек. Вот приблизительно, как я считаю, вот столько для меня будет достаточно. Я удерживаю. Перо и в районе глазок уже креплю более-менее окончательно. Теперь, чтобы мы с вами не нарушили положение нашего пера, я аккуратненько за буквально глазками отрезаю ость, так как она у нас несколько грубая. Вот так. И теперь все, вот которые у меня остались, вот перья, аккуратненько вот так, слегка увлажнив, увожу назад, удерживаем обязательно рукой, чтобы наше перо никуда не ушло. И теперь уже крест-накрест в районе глаз мы с вами закрепим наше перышко. Как вы видите, вот все у нас достаточно симпатично вышло, приблизительно вот такой лохматости. Остается сейчас только лишь с вами подкрасить пленочку и переломить ее уже глазкам. мы с вами обязательно должны еще подкрасить само перо, так как оно светлое, а грудка у нас должна быть темная, помимо нашей пленочки. Перепроверимся, как она у нас будет ложиться. Достаточно симпатично. Поправим все, все, все хорошо наши волоски перо. И теперь в районе глазок аккуратненько, чтобы не примять, не заломить нашу пленку, мы с вами должны обязательно ее закрепить. Значит, как я уже неоднократно вам показывал, я в начале сперва делаю легкую натяжку, а потом уже несколько сильнее. Ну, а теперь, друзья мои, мы ее оккультурим и посмотрим, что у нас вышло. Как вы видите, очередная вот такая вот уловистая приманочка готова к работе. Если по каким-либо причинам, допустим, определенных материалов нет, вы посмотрите на свое усмотрение, как и чем можно будет ее заменить. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!